15 мая 2018 года Мы сколько лет живем, сколько времени наши ученые занимаются проблемами географии, изучения Земли, изучения космоса, пространства. Мы так и остались несведущими. Наши науки – это пустое место. Мы ничего не знаем ни о чем. Итак, что такое Земля? Земля сегодня начала разрушаться. Она, конечно, не сегодня начала разрушаться. Она разрушается уже в течение многих лет. Странности, очень большие странности творятся с Землей. Что такое вообще наша природа? Мы никогда не задумываемся и не знаем, что это такое. Ведь весь наш мир, он иллюзорный мир. Он состоит из молекул и атомов. Он только посредством соединения этих самых молекул и атомов, он становится землей, деревом, домом, человеком, плотностью. Плотность. Это и есть тот самый процесс, когда мы видим вокруг себя тот мир, в котором мы живем. То есть, по сути, это иллюзорный мир. Мы все можем распасться на атомы и молекулы. Каждый человек это может сделать. Это мы можем делать за счет своей мысли, за счет мыслей, за счет своего ума. Но наш ум настолько несовершенен, возможно, потому и несовершенен, что мы не можем этого делать. Но есть еще и природа, есть еще другие процессы, которые связаны и завязаны на жизнь и деятельность человека. Я в одном своем ролике когда-то, очень давно, была статья написана в 2008 году. Вернее, в 2004-м написана статья, а в 2008-м мы опубликовали в журнале «Президент, парламент, правительство» эту статью, где я говорю о циклах человеческой жизни от и до на цикл среднее развитие попадает не так много лет. А вот начало и конец тоже занимают какое-то время разрушения и, скажем, передышка перед следующим циклом. Вот это и есть наши циклы «258 лет». «258 лет» я как-нибудь отдельно еще посвящу именно этой цифре свой рассказ, потому что именно эта цифра несет в себе тот самый магический код. А сейчас мы вернемся к земле, которая ползет и разрушается, которая вдруг сама по себе начинает распадаться на части. Не только в одном где-то месте, а повсеместно, по всей земле это сегодня творится. Вчера я выпустила ролик о том, что льды Арктики распадаются. Причем НАСА делали снимки сверху самолета, и эти распадающиеся льды, они выглядят в гиде амебы. Помните, амебы и туфельки, да? Это то, что мы учим на уроках биологии. Так вот, распадающиеся льды выглядят как амебы. Очень интересно. И это тоже отдельная тема, о которой можно много разговаривать. Кстати, если кому-то интересно, приходите на конференции. Там я обсуждаю эти вопросы гораздо более, скажем, развернуто. И говорю сакральные вещи, которые, конечно, в эфир всем, оно просто не нужно знать. Поэтому я не обременяю ваши головы своими знаниями, теми, которые есть, которые очень глубинные. А даю вам только возможность самим, понимаете, схватиться за мысль и что-то узнать самому, поработать своей собственной головой. Итак, начались разрушения. Большущее разрушение Земли. Земля разверзается. То есть, а что это значит? Нет сцепки. Сцепки давления. То есть сцепка давления исчезает. И Земля начинает распадаться. Пока она просто разверстывается, да? А потом она будет и распадаться дальше. То есть сегодня Земля раздвигается. Она просто трескается, лопается и раздвигается. Когда здесь недавно, совершенно зимой, в конце зимы прошли по Швейцарии бури, дожди, то как раз вот это самое явление я наблюдала, когда просто раскрывала Земля и сползала. Такого раньше не было. Но теперь это такое есть. Поэтому мы должны об этом думать и наблюдать. И давайте посмотрим. Вот мне присылали ссылку на Фейсбуке. И я хочу вам ее почитать. Этого случилось 6 часов назад. Статья написана. И написано так. Мировая катастрофа. Гавайи доживают последние дни. То есть на Гавайи, помните, ездили отдыхать и считалось таким хорошим райским местом. Так вот Гавайи доживают последние дни. Президент Соединенных Штатов выступил с заявлением, в котором предостерег о национальной катастрофе на острове Гавайи. Дело в том, что Гавайские острова начала покрывать сеть трещин, через которые выплескивается лава. На данный момент таких трещин уже 17. 17-я трещина почти полкилометра в длину и является самой крупной на острове Килауэа. Чиновники местной гражданской обороны в воскресенье дали команду полностью эвакуировать остров Хеликама-Хина и быть готовыми к извержению. Это почти постоянный рев, похожий на взлет 747-го Боинга, чередующийся оглушительными взрывами, разрушающими землю и стофунтовыми лавовыми бомбами, взлетающими на сто футов ввысь, сказал 64-летний Марк Клоунсон, который живет на горе, недалеко от последней трещины и до сих пор не эвакуировался. Видите, у пожилых людей вступает в силу своя философия, своя философия о жизни и о том, как нужно жить и как надо умирать. Тина Нил, специалист из Гавайской вулканической обсерватории геологической службы США, описала, что брызги взлетают на десятки метров в воздух. Ситуация там активно динамичная и, как мы уже говорили, в течение нескольких дней вспышки будут продолжаться как в восходящем, так и нисходящем потоке существующей системы трещин. И число трещин будет только увеличиваться. Между тем, другие трещины продолжают дымить над домами в Пахуа, на западной конечности Большого острова Гавайи, самого крупного из Гавайских островов. Три новые трещины, извергающие магму, открылись в субботу на Большом острове Гавайев, нагромождая лаву высотой с четырехэтажной здания, и геологическая служба США предупредила, что, вероятнее всего, будут новые и более мощные вспышки. Обсерватория Гавайских вулканов сообщила, что еще одна трещина также расположена вблизи завода Пуна Geothermal Venture. Работники завода на этой неделе удалили 60 тысяч тонн галлонов легко воспламеняющихся жидкостей в качестве меры предосторожности. Специалист Гавайской вулканической обсерватории рассказала, что подземная магма будет прорываться на поверхность в больших и быстро движущихся волнах. Поток лавы принесет с собой токсичные газы и вулканический смог. Очень большое беспокойство вызывают все западное побережье США. Гавайи находится в так называемом огненном поясе, который, если придет в активность, то изменится ландшафт не только Америки, но и всей планеты. Геологи заявляют, что на данный момент создались все условия для крупнейшего извержения, которое состоится в самое ближайшее время, возможно, в течение нескольких часов. То есть земля трескается и оттуда на поверхность вырывается магма. Это наша с вами земля. Она пришла в движение, потому что все приходит в движение, как и человеческое тело. Растет, потом сморщивается, потом умирает, разлагается. Так и земля. У нас все живое рядом с нами, включая наш воздух, деревья. У нас нет ничего тысячелетнего. Оно не живет так долго. Оно разрушается. Даже здания, которые есть старинные, они все равно не какие-то там тысячелетние. Они прошлой цивилизации, но это не тысячи лет. Это максимум 200 лет этим самым зданиям. И никак не больше. Вся старина – это новодел. Даже в Италии сходите, посмотрите, эти прекрасные статуи мраморные. Кони стоят на мосту. Но это все новодел. Мы пришли с сыном, когда я его повезла в Италию на экскурсию. Мы пришли, я ему говорю, вот старинные. А ребенок читает. Он сказал, да нет, мама. Они написаны, что восстановлены по чертежам уже после войны. Вы понимаете, это все новодел. И никаких чертежей не было. Как вы понимаете, это все сделанные вещи, просто как артефакты, как старые вещи. Но все приходит в негодность. Все рушится и разрушается. Вечного на нашей Земле ничего нет. Опять-таки повторяю вам, мы все состоим из атомов и молекул. И наши те адронные коллайдеры, которые крутятся, крутятся, крутятся в Европе, они и призваны как раз разрушить. То есть запустить центрофугу Земли так, чтобы она начала разрушаться. И с запуском этого адронного коллайдера начала разрушаться наша Земля. На атомы, молекулы, на составляющие. То есть она приходит в движение. Потому что под землей, там где находятся эти самые машины, гиганты, которые раскручивают частицы, частицы Бога, как их называют, то они как раз и раскручивают всю нашу Землю. Поэтому мы сами люди, это наше призвание. Пожили немножко, хватит. И дальше мы сами себя начинаем уничтожать. Вот так происходит круговорот воды в природе, а в данном случае круговорот жизни на нашей с вами Земле. Но как состоит и из чего наша Земля? Мы до сих пор ничего не знаем. Мы просто ничего не знаем. Мы пришли, пожили, нагадили. И сейчас должны уйти. Разрушится, вероятно. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова